Добрый день, меня зовут Юлия Синянская и я работаю руководителем поддержки для корпоративных клиентов в компании Parallels. Сегодня я расскажу о том, как мы за год с небольшим перестроили наши существующие бизнес-процессы для поддержки физических лиц под поддержку корпоративных клиентов. Сейчас предыдущий доклад был как раз про бизнес-процессы, я расскажу именно о нашем конкретном примере и расскажу о том, с какими сложностями мы столкнулись и как, соответственно, их преодолели. Для начала пара слов о компании Parallels. Вообще наш самый известный продукт, это продукт для физических пользователей, это Parallels Desktop. Им пользуются уже более 5 миллионов пользователей по всему миру. У нас есть офисы в различных странах, эта разработка находится на Мальте, в Эстонии и в России. Также компания технической поддержки у нас распределенная. У нас есть сотрудники в Москве, основная часть, есть поддержка на Мальте и в Японии. Два года назад, получается, мы приобрели другую компанию, которая разрабатывала продукт для корпоративных клиентов. Соответственно, нам нужно было взять уже существующую базу пользователей и начать их поддерживать и предоставлять им сервисы высокого уровня. Какая же задача… Так, у меня не листается. Технические неполадки. Так вот, какая же задача перед нами стала? У нас уже существовало мировое имя, то есть нас знали в более 60 странах по всему миру, и у нас была поддержка для физических лиц более 7 лет. Соответственно, у нас были очень жесткие голы агрессивные, у нас были SLA, которые всегда выполнялись, а здесь у нас появился новый продукт. Этот продукт, продукт для корпоративных клиентов, поддерживало два человека на Мальте. У них не было… Ну, это была пятидневка, у них не было никаких жестких голов, никаких SLA, практически отсутствовала документация и база знаний. Соответственно, нам в ограниченный период времени нужно было построить, перестроить существующие процессы для того, чтобы предоставлять сервис для корпоративных клиентов на высоком уровне. Ну и, конечно, мы планировали предоставлять этот сервис также 24 на 7, 365 дней в году, потому что такой у нас формат. Первый вопрос, который мы задали себе, это же, в чем же отличие между корпоративными клиентами и клиентами физическими лицами, теми, кто к нам постоянно обращался, теми, к кому мы уже привыкли. Здесь расскажу на примерах. Если раньше нам звонил дедушка из Айова и говорил, что у меня там не работает МАК, почините мне срочно, то сейчас нам звонят пользователи, у которых у самих более 3000 клиентов, и если лежит продакшн, то это уже срочные проблемы. Из такого, что на слуху, например, раньше у нас… я могла позвонить девушку из Нью-Йорка и говорить, у меня в офисе не работает принтер, то сейчас мы чиним печать посадочных талонов в крупных международных аэропортах Портленда и Нью-Йорка. И если раньше нам звонил один доктор и говорил, я не могу принять пациента, потому что у меня не работает программа на Винде, то сейчас с нами подписали контракт сеть международных клиник США, и у них располагаются клиники в 12 штатах, и если что-то не работает, то не работает сразу повсеместно. Соответственно, первое и самое главное – это масштабность. Второе – это, наверное, такой очевидный факт – это базовый уровень технических знаний клиентов, которые нам звонят. То есть вы представляете, что если звонит нам физическое лицо из Техаса и задает какой-то элементарный вопрос, его намного проще решить, чем если к вам вращается в поддержку админ, который уже провел какой-то initial troubleshooting, попытался разобраться в проблеме и уже обращается с вопросом, когда действительно ничего не помогло. Нам, как инженерам технической поддержки, всегда нужно было первым делом установить доверительное отношение с клиентом. Я потом об этом еще позже скажу. Но если кратко, то для поддержки для физических лиц это достигалось простым разговором на отличенные темы. То здесь, естественно, нужно было уже показывать то, что мы действительно разбираемся в продукте и мы знаем, о чем мы говорим. Поначалу это было очень сложно. Был такой интересный случай, когда нам позвонил клиент, который более пяти лет пользовался нашим продуктом, а инженер, который взял этот звонок, поддерживал продукт только месяц. Соответственно, получилось так, что клиент знал продукт больше, чем наш инженер. Из вот таких вот в начале примеров, из таких ошибок мы делали выводы и быстро прокачивали нашу поддержку для корпоративных клиентов для того, чтобы предоставлять эффективный сервис. То есть про отличия. Базовый уровень технологии, как я сказала, это уровень общения и закрытие заявки. Закрытие заявки здесь приведен как один из процессов, потому что на самом деле процессов, которые разные для поддержки физических лиц и для корпоративных клиентов, их достаточно много. Но закрытие заявки, это, наверное, такой самый показательный, потому что если у вас один пользователь, вы можете отправить ему инструкцию и смело закрывать заявку. Если же это корпоративный клиент, то ему нужно планировать maintenance и, соответственно, закрывать заявку можно только тогда, когда проблема решена. Что же мы сделали здесь? Например, мы автоматически сделали так, что для корпоративных клиентов, если они отвечают вам даже в закрытую заявку, новая заявка создается автоматически, и, соответственно, вся информация о клиенте у вас уже там есть. С чего же мы начали? Я расскажу очень кратко о нескольких шагах, основных таких шагах. Если будут вопросы, то их можно будет задать потом в конце. Мы начали с поиска сотрудников, потому что, конечно, нескольких ребят, которые работали у нас в поддержке для физических лиц, мы перевели в поддержку для корпоративных клиентов, но нам нужно было расширять команду, потому что нам нужно было увеличивать штат. И с чем же здесь мы столкнулись? Вообще, это, наверное, будет такое капиталство, но самое главное и самое простое, с чего нужно начать, это, конечно же, описание вакансии. Вообще, как нанимающего менеджера, вам придется просматривать очень много резюме и собеседовать очень много людей. И если вы хотите сэкономить ваше личное время, то в описании вакансии нужно обращать внимание именно на такие детали, с которыми инженер столкнется в процессе работы. Понятно, что технические и софт-скиллы вы сможете легко сформировать, особенно если вы прошли путь инженера самостоятельно. Но не забывайте о том, что не только вы выбираете кандидата, но и кандидат выбирает вас. Например, у нас всегда достаточно четко указано в вакансии о том, что у нас есть ночные смены, но все равно порядка 20% кандидатов, которые приходят к нам на собеседование, они удивляются ночным сменам. Соответственно, уделите этому внимание, и вот такие, казалось бы, мелкие, простые и очевидные вещи нужно раскрывать подробнее. Я сама лично переписывала нашу вакансию уже более 12 раз, наверное, и каждый раз, каждые полгода мы меняем описание. Что-то добавляем, что-то убираем. Ну и, конечно же, фан-фэкс. Не нужно забывать про то, что у вас есть коллектив, который вы будете как-то мотивировать, вы будете с ним работать, и печеньками, и фруктами уже никого не удивишь, и можно привлекать такими глобальными целями, как спасти мир или сделать мир лучше, ну и горшочек золотом. Здесь он символизирует, конечно же, заработную плату. Еще скажу такой момент, что нам в определенное время понадобилось очень быстро расширить команду, и, соответственно, мы искали порядка 10 человек. У меня в неделю проходило более 15 собеседований, и это занимает очень много времени. Что же мы наняли этих людей, но сейчас мы перешли на другую систему, когда мы постоянно мониторим рынок, мы постоянно проводим собеседования и постоянно ищем людей. Это не значит, что у нас есть какая-то текучка. Нет, у нас сотрудники работают стабильно, но мы всегда, если видим достойного кандидата, мы его сразу же нанимаем. И плюс таким образом экономится время нанимающего менеджера, потому что вы проводите 2-3 собеседования в неделю, это не 15 за раз. Так вот, проведя эти собеседования, собственно, когда у нас был такой большой поиск людей, я условно разделила кандидата на 4 типа. Разделение, естественно, абсолютно условное, и я привожу примеры, что же делать с тем или иным типом кандидата. Просто примеров интересных было очень много, начиная с таких, когда на собеседовании не выжмешь с ним и слово с кандидата, и заканчивая такими, когда мне говорили, что родственники, к счастью, имеют свойство умирать. Понятное дело, что такие фразы иногда подвергают в шок. Что же делать? Я не утверждаю, что нужно брать обязательно адекватных парней. В каждом из типов есть люди, которые могут вам понадобиться, люди, которые будут хорошо у вас работать. Нужно просто отдавать себе отчет в том, что если вы, например, нанимаете тихоню, то не ждите от него никакой инициативы, и вашему тем или иным придется плотнее и больше взаимодействовать с ним. Ну и так с каждым из типов кандидатов. Есть свои особенности. Какие же основные качества, которые мы ищем в людях? Первое и самое важное – это терпение. И я бы здесь даже сказала, что это больше такое успокаивающее присутствие. Потому что, знаете, есть некоторые люди, с которыми ты даже разговариваешь по телефону, и вот они тебя выслушали, и стало сразу спокойно. Второе – это развитые навыки общения. Причем здесь я бы уточнила про то, что нужно уметь объяснять ситуацию десятью способами. Ну или, как говорил Эйнштейн, что если вы не можете объяснить шестилетнему ребенку, то вы не знаете сами. То есть нужно не просто читать лекции, нужно уметь объяснять, нужно уметь рассказывать различными способами и до тех пор, пока клиент на телефоне вас действительно не понял. Следующее – это внимание к деталям. Причем я бы здесь сказала даже в целом внимательность. Не только к деталям, но и к эмоциональному состоянию клиента на телефоне, такой эмоциональный интеллект даже больше. Способность справляться с неожиданностями. Сюда входит и стрессовые ситуации. Ну и плюс нужно отдавать себе отчет, что каждый раз, когда вы в первой линии технической поддержки, и вам прилетает звонок, вы не знаете, с чем вам придется столкнуться. То есть здесь от инженера требуется быстро и четко узнать информацию и отреагировать. То есть понять, что необходимо делать. Буквально за 2-3 минуты нужно определить, оценить ситуацию и предпринять какие-то действия. Ну и стремление помочь. Стремление помочь людям и стремление развиваться, наверное. Тоже сюда входит, потому что заявки каждый раз разные. Соответственно, каждый раз это новая ситуация, и каждый раз приходится учиться чему-то новому. Про обучение как раз. Мы не боимся учить наших сотрудников. И, собственно, вот мы наняли эту команду. Что же дальше? Нам нужно было очень быстро, очень в кратчайшие сроки обучить команду инженеров, чтобы они предоставляли хороший сервис. Мы начали с онбординга, и причем сейчас он уже внедрен у нас на постоянной основе. Онбординг у нас занимает 5-7 недель, и первую неделю то, с чего мы начинаем, это так называемый, ну мы внутри у себя его называем, это путь клиента. Когда инженеру выдается просто тестовый стенд, выдаются все гайды, все базы знаний и различные конфигурации различных пользователей. Ему самому нужно на своем примере, ну на практике пройти этот путь, нужно установить продукт несколько раз в различных конфигурациях. Конечно, он может пользоваться всеми чем угодно, плюс тренером, который сидит рядом, но и благодаря тому, что он делает это на практике, происходит такое быстрое погружение, потому что в процессе он обязательно сталкивается с проблемами и уже начинается обучение и трэблшутингу одновременно. После каждой установки различные конфигурации, начиная с самых простых и заканчивая самыми сложными, тренер объясняет, как компоненты взаимодействуют друг с другом, ну и, соответственно, приходит такая теоретическая часть. После этого инженер выходит смены с привязкой к опытному инженеру, и все действия происходят с одобрением опытного инженера, то есть такое уже менторство. Тем не менее, уже со второй-третьей недели инженер выходит в шифты и принимает звонки и работает практически на равных. То есть получается, что за пять недель мы получаем инженера, который может самостоятельно работать и решать заявки. Плюс у нас даже для существующих инженеров всегда есть тренинги, это тренинги по продукту, мы прокачиваем технические знания всегда, но и также тренинги по soft skills. Здесь приведу пример, что мы всегда, например, независимо от того, на каком уровне к нам приходит кандидат, мы всегда прокачиваем коммуникативные навыки, то есть как разговаривать с клиентом. Это и письменная речь, и телефонные разговоры. Причем здесь ребята сами, ну в команде, сами делают тренинги и на живых примерах разбирают те или иные звонки. Обычно мы разбираем самые смешные или нелепые звонки, но об этом тоже скажу позже. Еще недавно возникла такая необходимость, это как тайм-менеджмент для инженера на смене. Казалось бы, все понятно, есть заявки, есть клиенты, нужно решать их проблемы. Но из-за того, что у нас есть несколько каналов связи, к нам обращаются по имейлу, по чату, также по телефону, плюс у нас есть еще эскалышен каналы от sales of, например, ну и из других департаментов. Получается так, что инженеры в какой-то момент были просто завалены заявками и не знали, что же с ними делать. Первым делом мы, конечно, ввели severity, то есть это уровень срочности заявок. Есть срочные заявки, есть там относительно срочные, есть совсем не срочные. Тем не менее, уровень срочности с одной стороны разгрузил немножко инженеров, а с другой стороны, что делать, если тебе одновременно прилетает там 3-4 срочных заявки, плюс еще звонит клиент и просит прям в данный момент подключиться к нему. Что же мы сделали? Во-первых, мы ввели систему запланированных удаленных подключений. То есть сейчас у нас на инженера на смене всегда рассчитано 4-5 удаленных подключений. Он заранее, приходя на смену, он знает четкое время, когда у него будет удаленное подключение к клиенту. Причем это время, у нас есть система автоматически назначает это время и это подтверждается с пользователем. Соответственно, у него есть там 4 слота, когда они закрыты удаленными подключениями, а все остальное время он предоставлен себе. И тут он уже, тут уже тоже работает система приоритетов, что, например, если прилетает Escalation с другого департамента, эта заявка будет приоритетнее, чем там хаутушная какая-то заявка, которая прилетела к вам по e-mail. Получается, что от жесткого планирования и от жесткого тайм-менеджмента мы наоборот ушли к такому гибкому планированию. И сейчас обучаем инженеров быстро погружаться в задачу, быстро из нее как бы отходить от нее, то есть быстро переключаться между задачами. Что называется, научитесь начинать, научитесь за 2-3 минуты определять и оценивать ситуацию и уже решать ту или иную задачу. Ну и тоже такой интересный факт это постановка либо проверка целей, которые у нас есть у инженеров. Вообще у нас есть система performance review, причем она принята во всей компании, но здесь есть свои особенности, опять же, потому что если вы ставите цель, например, разработчику и вы ставите ему цель, что за полгода ему нужно написать какой-то код, то в результате вы получаете кусок этого кода. Что же делать с саппорт-инженерами, которые выполняют, казалось бы, такую монотонную работу? Они постоянно работают над заявками. Но несмотря на это люди все равно хотят развиваться и в определенный момент они приходят к своему тимлиду и говорят я хочу зарплату выше или я хочу новую должность, я хочу новый грейд. Здесь мы придумали свою уже тоже систему level up. Мы раз в полгода обязательно проводим экзамен по продукту. Причем это внутренний экзамен, он тоже абсолютно практический, и мы сделали эти экзамены несколько уровней. Понятно, что если к вам пришел новичок, какой-то джуниор support engineer, то он сдает самый базовый, самый простой экзамен. Ну и получается так, что каждые полгода каждый инженер сдает экзамен своего уровня, повышая свой уровень. Ну, если сдает, если не сдает, то, конечно, он учится дальше. Вот. Что же с этим всем делать? Получается, мы набрали инженеров, мы их обучили, как дальше организовать работу. При условии, что мы хотим предоставлять поддержку 24 на 7, и мы все расположены в одной локации в одном часовом поясе. Здесь мы тоже наступали на несколько граблей, мы пробовали различные сменные графики, например, мы работали два через два, мы работали сутки через трое, и даже у нас была команда студентов, которая выразила желание работать четыре ночных смены подряд, но, правда, через месяц они сдулись, потому что они света белого не видели, как говорится, и в прямом, и в переносном смысле. Что же мы для себя вывели? Мы сейчас работаем в фиксированном графике, у нас две дневных и две ночных смены в неделю. Причем тоже такой забавный факт здесь, что если у инженера сначала стоят дневные смены, а потом ночные, то он работает намного продуктивнее. Я потом дальше покажу наши графики, то есть можно будет понять, как именно это все работает. Благодаря тому, что у нас фиксированный график, инженеры могут планировать свою жизнь, то есть как только мы с гибкого графика два через два перешли на фиксированные смены, все сразу же записались там на бокс, на танго, на английский, ну и в принципе распланировали свои выходные. Плюс мы меняем расписание раз в полгода. Почему раз в полгода? Потому что за год надоедает работать в одном и том же расписании. Если менять за три месяца, то биоритм не успевает перестраиваться. Это тоже выведено опытным путем. Соответственно, раз в полгода мы меняем схему расписания, причем меняем тоже по кругу, и получается, что сейчас человек, работающий на определенном расписании, он заранее знает, какое расписание у него будет дальше. И таким образом, опять же, планирует, что же ему делать, что же ему делать и как ему там распределить свое время. Ну а во время релизов у нас есть опыт предыдущих лет, и мы на основе количества заявок за предыдущие годы прогнозируем обычно, сколько заявок у нас будет в этом году, и, соответственно, вызываем инженеров в экстра смены заранее. Вот здесь приведен график работы наших инженеров. Вы видите, что, например, утро у нас покрывает наш японский инженер, потому что из-за разницы во времени. Ну а у ребят распределены смены. Так что мы стараемся распределить так, что сначала дневные, потом ночные, но все равно есть два графика, когда идут сначала ночные, потом дневные. А внизу это пример того, как мы как раз таки меняем графики. Альфа-киловатфокстрот Федор Томара Зулу это название схем расписания, мы до сих пор используем военный алфавит НАТО. Ну хотя нет, Тамара это, по-моему, уже из русского алфавита. Что же делать, как контролировать работу инженеров? Обычно инженеров много, а темлид один. Соответственно, вы не будете заставлять темлида работать с 24 на 7, хотя такое тоже бывает. Но что же мы вводим? Мы ввели систему метрик, причем у нас порядка 20 основных метрик, но есть 4-5 таких самых базовых, самых ключевых, о которых я сейчас расскажу. Самое первое, самое важное для нас это удовлетворенность клиента. Каждому клиенту по окончании, по разрешению заявки отправляется вот такая цветная шкала, где он может оценить работу инженера и оставить свой отзыв. Ну, заходя вперед, я здесь привожу примеры отзывов. Это еще можно складывать в свою копилку счастья, так называемое, и использовать для мотивации. Потому что если вы приходите на смену и читаете о том, что боги, вы просто шикарны, у вас сразу настроение на весь день улучшается. Ну и основные метрики, на которые мы тоже смотрим. Это initial response time или время обработки новых заявок. Тут надо понимать, какая цель у вас, как у компании, как у поддержки. Если вы хотите, чтобы вас знали, что вы самая быстро реагирующая поддержка, то, конечно, нужно обращать внимание на время обработки новых заявок. Мы, например, еще смотрим на время решения заявки. Причем здесь нужно указать, что время решения заявки именно в саппорте. То есть если заявка эскалирована в разработку или в коэль или в маркетинг, то это считается уже другая метрика. Здесь именно то, что мы решаем у себя в саппорте в первой, второй или в третьей линии. Ну и quality assurance. Здесь расскажу немножко поподробнее. У нас есть коэнменеджер, который оценивает работу инженеров. Причем если раньше это был просто человек, который тоже когда-то был инженером, и он оценивал работу своих коллег, через какое-то время мы столкнулись с некой субъективностью. Что же мы сделали? Мы ввели также систему чек-листа. То есть у нас есть определенные блоки, по которым коэнменеджер оценивает заявки. Плюс он выбирает эти заявки рандомно. У каждого инженера за неделю, но тем не менее он не знает, какому именно инженеру он выставляет оценки. Здесь вот привожу пример двух блоков. Тут достаточно мелко написано. Например, как инженер принял звонок и как он обработал заявку. Таких блоков всего порядка 10. И в каждом блоке коэнменеджер выставляет, выполнили ли все критерии, либо нет, и он не видит финального скора, он не видит финальный балл, который улетает инженеру. То есть только когда он проставит все критерии, только тогда формируется финальный балл, и он улетает инженеру. Инженер имеет право оспорить коа-скор. Это обычно происходит по устной беседе, причем присутствуют инженер, темлид и коа-менеджер. Темлид здесь выступает уже в роли такого судьи, получается. Что же мы еще делаем с цифрами? Я сказала, что у нас порядка 20 метрик. Что же мы сделаем и как мы с ними работаем? Самое важное и самое главное это one-to-one встречи темлида с инженером, потому что каждый инженер должен понимать, какие именно цифры у него сейчас и как он может на них повлиять. То есть эти one-to-one встречи запланированы раз в неделю для того, чтобы темлид показывал существующие цифры и обсуждал, и давал какие-то рекомендации. То есть, например, можно сказать, что вот смотри, у тебя initial response time 4 часа, а должен быть 2, обращай внимание на новые заявки больше. То есть предоставляются какие-то элементарные рекомендации. Плюс у нас есть командные сборы раз в неделю, раз в две недели, на которых мы обсуждаем командные голы и к тому же мы разбираем, вот как раз я говорила, нелепые звонки, нелепые ситуации. Это получается здесь такой уже элемент геймификации происходит, плюс работа над ошибками. Мы берем, например, звонок, мы смотрим, что было сделано не так и как нужно было сделать правильно. И обязательно за вот этот период времени, за две недели, выдаем инженерам различные ачивки. Кто-то там написал самый лучший ответ, кто-то захандлил самое большое количество звонков. То есть здесь вводим такие мотивашки, которые достаточно положительно отражаются на работе инженера. Плюс к тому же у нас есть дашборд, доступный 2.4 на 7 со всеми цифрами, которые могут понадобиться инженеру. То есть если вы на смене, вы можете пойти и посмотреть, какие у вас метрики, какие у вас показатели и понять, как вы вообще работаете. Ну и топ-3 инженера мы награждаем раз в полгода ценными призами. Это обычно что-то из техники, инженеры причем выбирают сами. Что же у нас получается в итоге? Пробегусь очень быстро и еще раз проговорю. Первое и самое важное, это нужно понимать, какой тип поддержки вы хотите иметь. Вы хотите предоставлять поддержку 2.4 на 7, либо вы хотите, чтобы у вас, как в Европе, работали в пятидневку, а потом стоял просто отлуп. В зависимости от этого вы уже определяете, кто вам нужен. Вам нужны ребята, которые будут работать в ночные смены, либо вам нужны люди, которые привыкли к стандартному графику. Ну и тут уже определяете их скиллы. То есть вам важно, чтобы это были более технически прокаченные люди, либо имеющие soft skills. В зависимости от того, каких людей вы возьмете, вы уже поймете, чему их учить. Здесь вот, кстати, еще хороший пример, что нужно обязательно собирать фидбэк с ваших пользователей. Мы, например, через месяц после того, как пользователи установят наш продукт, обязательно отправляем им такую общую сервейку, где они заполняют свои комментарии по качеству продукта, а также по их опыту обращения в поддержку. И если там есть какие-то такие редкие комментарии по поводу инженеров технической поддержки, мы их всегда учитываем и вводим те или иные тренинги на основе отзывов от наших пользователей. Определитесь с режимом работы. Как уже сказала, это могут быть фиксированный график, это может быть плавающий график. На самом деле, кому-то удобнее работать 24-часовые смены. Это действительно зависит от людей. Ну и самое последнее, самое главное, это научитесь оценивать людей. То есть мы, например, когда мы перестраивали поддержку с поддержки физических лиц для корпоративных клиентов, мы большую часть метрик отбросили. Например, такую, как решение заявки с первого ответа. Потому что если для физических лиц это достаточно весомая метрика и они должны уметь решать заявку одним ответом, то здесь, как я уже сказала, уровень сложности заявки намного выше и, соответственно, мы не требуем это от инженера. То есть у них есть ряд других метрик, которые они должны выполнять. На этом все. Если у вас есть вопросы, пожалуйста. Добрый день. Виталий Шорин, первая текомпания. Скажите, пожалуйста, скорее всего, в вашем сервис-деске существует большая база знаний и фактически эдакая бигдата. Как вы планируете ее использовать в дальнейшем? Будете использовать как функцию машин-ленинг, чтобы в дальнейшем вместо сотрудников техподдержки на стандартные обычные запросы пользователей реагировала машина? Чат-бот, как, например, Денис Качев один только что рассказывал. Спасибо большое за вопрос. Действительно, мы планируем использовать. У нас есть большая база знаний, у нас есть такая система КЦС, это Knowledge Center Support, когда каждая заявка в саппорте решается статьей в базе знаний. И, соответственно, у нас эта база знаний публична и доступна всем пользователям. Сейчас у нас там уже есть, мы частично используем машин-ленинг и так далее. И мы недавно, мы сейчас меняем движок как раз поиска, потому что мы поняли, что тот search, который у нас был, он недостаточно хороший. Ну, а в дальнейшем мы планируем также вводить ботов, да, возможно, и чтобы пользователи, ну, повышать self-service, да, чтобы пользователи решали заявки самостоятельно и не доходили до нас. Ответ на ваш вопрос, да, планируем, но пока точных планов еще нет. Да, спасибо. И вопрос касательно подбора персонала. В процессе выбора вы пользуетесь несколькими площадками, даете ребятам предварительно какие-то тесты при отсеве сотрудников, и сколько примерно откликов, отзывов сотрудников на одну вакантную должность у вас проходит? Смотрите, у нас вакансия вообще опубликована всегда, у нас порядка там 8-10 откликов за неделю обычно есть. У нас первое собеседование проходит, естественно, с HR-ами, затем уже с нанимающим менеджером, на котором мы даем обычно логические задачки, и если кандидат нам подходит, мы уже тогда его тестируем. Тестируем мы тоже его на практике, мы просто даем ему там тестовый стенд, где он должен выполнить задание, которое нам, скажем так, необходимо. Нам необходимо знать, что он умеет, например, что-то делать, причем пользоваться его можно обычно всем, чем угодно, любыми ресурсами, там, гуглить и искать в любых гайдах, но нужно это сделать самостоятельно. Это занимает какое-то время, но, с другой стороны, это позволяет действительно проверить человека и отсеивать кандидатов, которые по тем или иным причинам нам не подходят. У нас нет возрастных цензов. Самое главное, чтобы инженер был готов работать ночные смены. Обычно просто люди, которые старше определенного возраста, не согласны работать ночные смены, то есть это все равно чаще всего молодежь. Но именно мы не ставим никаких ограничений. То есть мы готовы рассматривать любых кандидатов. Ваш вопрос. Здравствуйте. Большое спасибо за доклад. Вопрос такой. Вы говорили о том, что у вас много клиентов из Штатов, например, сотрудникам нужен высокий уровень английского языка. И какой вы находите компромисс между качеством выполняемой работы сотрудника и его ценой? То есть если это ребята из Индии, у них будет один price rate. Если это ребята из той же самой Европы, будет совсем другой price rate, но и качество выше. Как вы находите компромисс? Смотрите, здесь нужно сказать, что, например, для поддержки физических лиц у нас первая линия действительно находится на аутсорсе и в Индии. Но там мы находим ребят, которые говорят по-английски, и мы их обучаем. То есть мы отправляем инженеров второй линии туда на обучение, и они обучают именно продукты. Но английский язык у них сейчас уже достаточно высокого уровня. Если же мы говорим про поддержку корпоративных клиентов, то у нас первая и вторая линии поддержки находятся здесь, в Москве. И здесь мы стараемся находить ребят уже с неким опытом админов, например, и плюс с каким-то уровнем английского языка. Обычно это там pre-intermediate, intermediate, для того, чтобы мы могли просто поднять этот уровень. Потому что обучать с нуля мы, конечно же, не можем, потому что в силу ограничений по времени. Но если это средний уровень английского, то мы готовы учить сотрудника. У нас есть языковые курсы как внутри компании, так и, в принципе, когда вы общаетесь по телефону с клиентами день до дня, то ваш уровень так или иначе повышается. Спасибо. Еще один вопрос. Если можно... Вот, судя по вашему опыту, есть какие-то корреляции между тем, какой сотрудник имеет образование или вообще, например, его не имеет? То есть, гуманитарное, естественно, научное, техническое, и тем, как он работает, и как вы довольны его качеством? Это, кстати, очень хороший вопрос. Спасибо большое. Просто вообще изначально у нас поддержка находилась немножко в истории, да, в Новосибирске, потом мы перевезли всю нашу поддержку в Москву. И так получилось, что ребята, которые изначально с нами переехали из Новосибирска в Москву, они сейчас занимают какие-то должности уже не инженеров. Так вот, из них, например, если мы возьмем пять человек, так менеджмент им, скажем, из них трое вообще не обладают техническим образованием. Я думаю, что самое главное желание учиться, то есть желание развиваться, ну и плюс все-таки аналитический склад от ума. Не обязательно, если человек закончил какой-то гуманитарный университет, не обязательно он там думает по-другому. То есть есть люди, которые, несмотря на то, что они не обладают профильным образованием, они все равно обладают техническим складом ума, аналитическим, и они способны быстро обучаться. То есть, ну, соответственно, я вам скажу, что не обязательно искать кандидатов с профильным образованием. Образование, может быть, у них другое. Важно то, какой дальше опыт у них был, опыт работы. То есть, если они, ну, и желание, конечно. Если они хотят развиваться именно в этом направлении, если они хотят быть техническими специалистами, то это возможно, и они будут работать хорошо и предоставлять качественный сервис. Спасибо. Так, еще вопрос. Зовут меня Савенков Максим, компания Сесорт. У меня вот такой вопрос, проецируя ваш опыт на себя. Хочу спросить, а как справляться с разноязычностью в Германии, на немецком, в Польше, на польском? Не все же на английском говорят. Да, спасибо. Очень важный момент. У нас действительно поддержка предоставляется на английском языке в основном, но в силу особенностей менталитета некоторых стран приходится подстраиваться. Так, например, мы в Японии наняли отдельно японского инженера, который предоставляет поддержку на японском, потому что там в основном пользователи просто не любят, когда с ним говорят на другом языке. Вы вот правильно еще заметили Германию, потому что это второй претендент у нас, потому что они тоже достаточно не любят разговаривать на английском, и социал-медиа каналы у нас уже предоставляют поддержку на немецком. Мы сейчас думаем о том, чтобы предоставлять еще и стандартную поддержку на немецком. Но пока все-таки пользователи, если действительно им важно решить проблему, они согласны коммуницировать на английском языке, особенно если это email заявки, особенно если это письменная речь. Конечно, о телефонных разговорах там речи быть не может. Но пока что мы держим этот баланс, то есть статьи, базы знаний, гайды, они все у нас переводятся на немецкий, ну и на остальные языки мира. Ребята, инженеры говорят пока что только на английском и японском. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Меня зовут Андрей Перерва компания UCS. Скажите, пожалуйста, вот метрики, о которых вы говорили, время первичной реакции, время до разрешения. Проводите ли вы диверсификацию а по клиентам, б по продуктам? Конечно. Да, смотрите, я вот немного упомянула о том, что у нас есть различные метрики для физических лиц и для команды корпоративных клиентов, поддержки корпоративных клиентов. И, соответственно, здесь разница и по продуктам. То есть те продукты, которые у нас есть для физических лиц, там одна система метрик оценок и здесь другая. А SLA одинаковые с корпоратами, со всеми? SLA тоже разные. Ну, то есть это связано, как-то коррелируется с SLA метрикой? Конечно. Но SLA это такие публичные голы, которые мы выставляем и обещаем нашим клиентам. Например, если это корпоративные клиенты, то, конечно, SLA значительно, строже, значительно агрессивнее. И дороже, наверное. Ну, да, конечно. Вот, то есть тут уже мы гарантируем время ответа на заявки, там, срочной заявки в течение двух часов, не срочной в течение четырех. Если же это физические лица, то там мы гарантируем время ответа на заявки, ну, на e-mail заявку в течение двадцати четырех часов. То есть разница, она значительная. И второй вопрос с этим связанный по метрике время до решения вопроса. Какие пути для сокращения этого времени либо, скажем, приведения заданной порогового значения вы у себя применяете с точки зрения оптимизации? Это, кстати, очень интересный вопрос. Спасибо большое. Смотрите, нужно учитывать еще, что у нас есть несколько линий поддержки. Соответственно, пока заявка проходит там из первой линии в третью линию, то, конечно, проходит какое-то время. Мы стараемся… У нас есть определенные чек-листы для каждой линии технической поддержки, которую инженер обязательно должен пройти. И самое главное, мы ставим… Вот, например, если инженер звонит и удаленно подключается к клиенту, то за 40 минут, ну, это вот прям такой агрессивный гол, за 40 минут он должен определить, может ли он решить проблему, либо он эскалирует ее на следующий уровень поддержки. Если же он эскалирует ее, ну, соответственно, у заявки есть приоритет. Если это срочная заявка, которая не могла быть решена в первой линии, не могла быть решена во второй линии, передается в третью, то мало того, что она как бы передается в третью линию достаточно быстро, так еще и у нас есть определенный эскалашен email alias, на который инженер первой линии, например, пишет, что вот прилетела вот такая вот срочная заявка, вот такая вот проблема, и я не могу ее решить. И, соответственно, третья линия технической поддержки уже заранее знает, что есть такая проблема, и они могут даже забрать эту заявку, чтобы она не проходила в вторую линию, и могут забрать себе ее сразу. То есть такая система есть. Но это также влияет на топ-аккаунты, так называемые, то есть это клиенты, у которых есть премьер-сервис, и которых мы стараемся предоставить решение как можно быстрее. Спасибо, все понятно. И последний вопрос. Процентное соотношение между линиями какое у вас? Процентное соотношение. Ну, в первой линии у нас на самом деле решается порядка 60% заявок. Соответственно, порядка там 25-30% решается во второй линии, и уже порядка там 10% доходит до третьей линии. Да, это по количеству. По количеству заявок. А по количеству людей? По количеству людей. Сейчас у нас мы расширяем команду. В первой линии именно для поддержки корпоративных клиентов у нас работает порядка 10 человек. Ну, вот это первая, вторая линия, скажем так. А в третьей линии у нас сейчас работает 3 человека. Вам большое спасибо. А еще можно? Да, конечно. Еще один вопросик. Меня зовут Юрий, и это Сантрамиран. Вопрос по индексу удовлетворенности. Как собираете это после каждого ответа, либо это в конце решения заявки, и далее, что вы делаете с этим индексом, это какое-то определенное значение идет на сотрудника инженера, ниже которого он не может запуститься, либо это на всю группу, так как решение проблем не закреплено за первой линией или за каким-то человеком. И что вы делаете с этим сотрудником, либо с группой, наказываете, мотивируете? Это и другое. Спасибо за вопрос. У нас есть гол по удовлетворенности клиента, это 80%. То есть вот этот гол он должен выполняться как отдельно взятым сотрудником, так и командой в целом. Мы отправляем опросник по завершении работы над заявкой через 2-3 дня. То есть он автоматически улетает и клиент заполняет. Причем тот, кто последний был, тот, кто последний написал в эту заявку из инженеров, то ему и прилетает этот балл. Соответственно, получается, что бывает такое, что вы написали какие-то ответы на how-to-вопросы и вам прилетела соточка. И вы довольны. Бывает так, что вы разбираетесь над заявкой 2 недели и прилетает в итоге 20% и вы расстраиваетесь. Но за счет того, что количество заявок в целом на инженера приходится достаточно высокое, то средний балл сейчас у нас порядка 90%. Это на каждом инженере. И по команде у нас сейчас, скажу, 93% был последний. Ну и, конечно, на тех же one-to-one, про которые я упоминала, обязательно обсуждается, какой сейчас скор у инженера и как его улучшить. То есть слушаются звонки, например, если инженер явно допускает какие-то ошибки или грубо отвечает пользователю, то ему обязательно делаются замечания на этот счет. И плюс, если клиент ставит нолик, это получается десад, то есть он очень неудовлетворен. Все десады автоматически прилетают к TeamLidu. Он за неделю просматривает эти все десады и уже смотрит, допустил ли инженер какую-то ошибку, либо десад прилетел, потому что, например, клиент не успел воспользоваться маркетинговым предложением. То есть смотрит уже, действительно ли это вина инженера. И если была какая-то ошибка в заявке допущена, то это опять же обсуждается устно и даются рекомендации. Здравствуйте. Меня зовут Светлана, тоже компания «Доцентр Миран». У меня такой вопрос. Оценивать, ну, существует ли у вас такое понятие, как оценка правильности оформления заявок со стороны инженера самого и что в приоритете, наверное. Ну, то есть ответь, пожалуйста, на первую поступку. Хорошо. Смотрите, у нас есть система request tracker, которая вообще фиксирует все наши заявки и вообще каждый шаг инженера заявки он фиксируется в этой системе. То есть если вы, например, поменяете там продукт либо вы напишите какое-то, ну, любое действие оно фиксируется. Самое главное, QA менеджер, он, естественно, оценивает работу на заявке и он смотрит, как заявка была захендлена. То есть если инженеру прилетел звонок, то он обязательно должен оставить комментарий о том, с какой проблемой к нему обратился клиент. Если этого комментария нет, то это, естественно, нарушение. То есть тут уже балл за заявку пойдет поменьше. И есть какие-то... Мы не то чтобы оцениваем прям оформление. Самое главное, чтобы в заявке была вся информация. То есть так как заявка у нас передается от одного инженера к другому, то есть бывает так, что заявку закрыли, она переоткрылась на другом инженере, то важно, чтобы вся информация по проблеме и по клиенту была в заявке. Если это условие выполняется, то, конечно, все хорошо. Ну и смотрим, конечно, на то, как инженер общается с клиентом, на какой язык он использует, там фразы некоторые и так далее. Ну то есть у вас тоже есть набор каких-то метрик, которые должны быть указаны инженером в заявке. Я бы сказала, что это больше критерий, некие такие базовые вещи, которые он должен обязательно указывать. Это информация по клиенту, там его e-mail, телефон, ключ. Это информация по его продукту и основное описание проблемы. То есть это вот такие вещи, которые обязательно должны присутствовать в любой заявке. Спасибо. И второй вопрос связан с тем, что вы говорили, что иногда люди подходят, говорят, что хотят либо другую должность, либо больше зарплату. Все это связывается к тому, что они сдают экзамены раз в полгода. И правильно поняла, что происходит некое либо изменение зарплаты, ну там потенциальное это увеличение, видимо, если они сдают экзамен, либо изменения нет, если они его не сдают. Всего два варианта. Это каждые полгода происходит или какие-то еще есть точки отсчета, как происходит индексация? Это происходит каждые полгода, причем performance review происходит каждые полгода в целом по компании. То есть это такая общепринятая политика по компании. У нас есть система грейдов, система тайтлов, название должностей и зарплата. То есть получается, у нас есть три вот эти вещи, которые могут меняться, причем независимо друг от друга. То есть, например, вы понимаете, что у вас есть инженер, который джуниор инженер, который сдал экзамен и хорошо себя показывает. Вы можете повысить ему должность и сделать его просто саппорт инженера. Вы можете также повысить ему грейд и можете повысить заработную плату. Чаще всего вот в результате этого performance review, то есть два раза в год, у нас происходит некое повышение заработной платы, но оно происходит на процент. То есть у каждого человека он свой. Это очень персонализировано, зависит от того, как инженер действительно работал. Здесь обращается внимание не только на те, на то, сдал ли он экзамены или нет, но еще обращается внимание на те метрики, которые он показывал в течение этого полугода, например. Если он все полгода работал хорошо и потом завалил экзамен, то, конечно, ему пойдет какой-то процент повышения заработной платы, просто процент может быть немножко пониже, чем если бы он сдал экзамен. Ну и плюс еще мы действительно стараемся развивать инженеров у нас в команде, то есть у нас в департаменте мы периодически у нас вырастают инженеры и мы там даже вводим какие-то новые должности, например, должность тренера либо того же ко-менеджера, фирлайн, саппорт, то есть с линии на линии они вырастают. Ну и сейчас еще появилась команда премьер саппорта, то есть это команда тамов, которые отвечают за определенных клиентов. Соответственно, рост такой в департаменте есть. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Тарас из компании Тарасофт. Скажите, а если возникает инцидент, который ранее не был описан в вашей базе знаний и инженер его решает, вносит результат решения, кто-то потом проверяет этот результат или нет? Ну то есть это решение помогло, инцидент решен, но есть несколько возможных инструкций решения и правильно ли выбрал этот инженер и описал. Смотрите, тут в зависимости от должности инженера, спасибо за вопрос, в зависимости от должности инженера у него есть определенные права редактировать статьи в базе знаний. Например, если это новичок, то он может создавать только драфты либо там approved статьи, так называемые. То есть есть всего три статуса. Четыре. Work in progress, draft, approved и published. Соответственно, если у вас есть симптомы, но нет решения проблемы, вы просто заносите их как work in progress, потому что вы не знаете, как еще решить проблему. Если уже есть некое решение, то вы уже меняете статус статьи на draft. Если же эта статья помогла нескольким пользователям, то вы уже меняете статус на approved. И вот approved и published, есть права редактировать approved и публиковать статьи, есть только уже у более опытных инженеров. Соответственно, они просматривают, ну, у любой статьи набирается количество тикетов, которые к ней прикрепляются, где есть эта проблема. И уже более опытные инженеры, они просматривают эти статьи, просматривают тикеты, где обсуждалась эта проблема, смотрят, какие решения там помогли, какие нет. И уже, когда есть такой некий опыт, они публикуют уже статью, сделают ее доступной всем. И там уже есть инструкции, которые собраны из нескольких тикетов и которые точно работают. Все. Большое всем спасибо. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.